тема важнейшая у меня таких фотографий много у меня отовсюду лезут эти по подвойные эти сам ростки понятно дерево вот она вот смотрите видите вот это в бок идет вот сейчас давайте приглядимся вот это вот видите вот это наверняка подвойная ветка наверняка я не убирал сейчас объясню почему вот эти вот я отрежу вот так а их можно было просто вырезать надоели потому что каждый год приход придется вырезать но я оставляю пеньки почему внимание смотрите следующий видите еще не успел отрезать есть два пути я потом еще показывал других фильмах да возможно вот это химера возможно они дадут необычные плоды ведь это же абрикос так вот их можно обрезать так сильно вот так вот оставляя пеньки можно не трогать я например не трону самое главное сейчас докажу вот этого нельзя делать нельзя вырезать запады все земли а это делается всегда и всюду мало того это приказано миллионам это один же даже не задумываясь уничтожить 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 нельзя объясняю почему вот еще пример видите как я отрезал видите вот так вот я ты никаких храм за подлецо идем дальше а теперь смотрите сюда вы видите страшную рану это середнячок вот это все сходы не скажу по плодам это или сын манджорца потомок ну потому что тут видите два дерева то есть два одно культурный 1 дикаря доставать и вот скажите которое то который то они сроднились вот посмотрите какие плоды у культурного стали мельче а у дикаря стали крупнее но так как мне это дальше у меня можете ругать уже убийцы называли вот я выпиливаю полностью их потому что надо место освободить я очень раз покажу новое посадки холхом уже сделаны вот прививаю потом рассаживать буду все у вас буду учить но это дерево было выпиливано полностью как вот это вот рано оказалось да потому что двадцать тридцать лет назад я не знал то что знаю сейчас идут годы у меня копятся уже сотни фотографий которые нужны институтом и седом вот я целиком вырезал вот смотрите вы поняли почему нельзя вот это рано вот смотрите сюда вот вот было что она дает она дает смерть половины дерева в одном случае а потом она умирает совсем видели а это видели есть тоже было мною много лет назад отрезано за под лицо ветки а то что это нормально я даже задумался я хожу на колени чик 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 вот видите кости рядом он кости тут и знаете сколько тысячи вот а я выпилил но не потому что я искалить я пример говорю что нельзя отрезать полностью вот поняли вот это все для будущих учебников для будущих программ учебных вот так оставляйте раз уже упустили момент упустили раз уже по двое полез не имейте это самое терпение все со всей жизни вырезать полностью это один из маленьких моментов у меня таких примерно сотни советов от них зависит здоровье дерево вот это вот я не придумал мне это не все у меня таких полно фотографий вот ранний железок называется лак мастика долматого подвернулась когда готовил этот самый мужику помочь надо давайте конечно сделаю так смотрите еще некогда было последний момент подвернулась если продиктует его телефон отличная вещь мне вопрос задали я хожу и этим самым садовым варом замазываю раны после приедет нету жабра а почему вы его крыти типа вы же обязаны были в лаком мастиком эти самые долматого замазать почему я отвечаю у меня закончилось на что мне сделать стрелять и вот я вынужден теперь этим использовать садовый вар сейчас я возьму и продиктую вам телефон и продиктую вам телефон хоть знаете что интересно пришел перевод от натальи н и пришел он знаете когда он пришел ну короче примерно полсона ну так 20.05 в общем мы поняли что 100 рублей уже есть первый взнос будущее вебинар а значит будущее садоводство наталья я вас благодарю благодарю так смотрим дальше а не смотрим дальше а мы ищем мы ищем контакты сейчас я продиктую телефон ну раз не успел но я же не был тут и так дал мата я сейчас сейчас забыл где буква д старею вот он валерий сандрович 8 919 332 1219 у меня есть подозрения а еще раз ну ка а уже ушел ну как нет вот-вот из принципа из принципа еще раз его этот же телефон талмат валерий сандрович 8 8 919 нет 8 919 332 1219 вот дело в том что у меня есть подозрение что однажды случилось чудо у нас были уничтожены практически все яблони причем наш красный хутора был лидером у нас на этой стороне на шушенской лидер на той стороне было майна черномушки а на этой стороне красный гудо че влияние вы догадайтесь с одного раза вот и вдруг яблони исчезли деревья умирали быстро это бактериальная болезнь к таки не понятая и не принято и никто не примет на свой счет хотя институты есть есть учебные а я-то замазал вот этим лаком а я продолжал я запретил нельзя резать на кольцо нельзя это смерть отсрочен а тут деревья изувечены все по всей округе были я в сотнях садах был резали не понимали константинович объясни что случилось так а я зарезал только однолетние приросты на прививку только и никогда не резал двух-трех ты и уж конечно не на кольцо и замазывал лаком а может он и не пропустил туда бактерии это догадка 50 на 50 но и отрицать нельзя ее потому что я не вижу другое объяснение почему не яблони уцелели они должны были погибнуть сто процентов у всех соседей погибли все яблони вот еще одного еще осталось две старые старые они не тронуты потому что ему вообще в теме подходит какой там секатор на слово такого не знает обрезка вот это было поэтому а доната один из умнейших грамотнейших талантливейших наших соотечественников такой же как я никому на хрен не нужно но хотя бы за счет лак мастики будет выживать звоните ему это был мой долг крупный план читайте даем 5 секунд 不 polar rob 65 секунд осветление обаааааам димии 79 70 71 70 78 18 Jewel 87 Продолжение следует...